В Ненецком округе продолжается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. На шестой день голосования свой гражданский долг исполнили более 15 тысяч жителей региона. Каждый гражданин может проголосовать как на избирательном участке, так и на дому. Однако есть небольшое отличие. Для использования услуги голосования на дому заявление принимается в комиссии по месту прописки до 17 часов 1 июля. Что же касается голосования на самих участках, то они работают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера. Вне помещения на сегодняшний день на утро было подано 546 заявлений для голосования. Вне помещения, это в целом по округу, большая часть из них, ну практически уже все, участковыми комиссиями отработаны, потому что комиссии старались за эти 6 дней, предшествующие дню голосования, охватить как можно больше избирателей, чтобы оставить время для избирателей, которые традиционно ходят в день голосования, то есть придут 1 июля, да, и чтобы максимального столпотворения не было, скопления людей не было, чтобы соблюсти все санитарные дистанции, санитарные меры. Исполнили свой гражданский долг более 15 тысяч жителей региона. В это число входят избиратели, проголосовавшие досрочно, а также те, кто открепился и прикрепился к избирательному участку по месту прописки на территории региона. На сегодняшний день, на 2 часа дня, у нас проголосовало 15 256 избирателей на территории Ниньского округа. Из них порядка 5-300 – это избиратели, проживающие на территории Заполярного района, на тысячу больше – избиратели, проживающие на территории города Наринмара, и около 4 тысяч – это сотрудники нефтепромыслов. В целом явка составляет 41,2%. Несмотря на снятие ограничительных мер с 1 июля, на участковых избирательных комиссиях продолжат соблюдать меры безопасности. Каждому избирателю выдадут одноразовые перчатки, маску и ручку для комфортной процедуры голосования. Важность нашей Конституции и поправок Конституции нельзя не отметить. Я со студенческих лет в молодежной политике, в волонтерстве, и те поправки, которые касаются молодежной политики и волонтерства, они очень важны. Именно эти поправки дадут достаточно большой рывок в развитии волонтерства, в принятии закона о молодежной политике на федеральном уровне, позволит на всех уровнях – на федеральном, на региональном и на местном – выстроить вертикаль по работе с нашим молодежью. Проголосовать нужно обязательно, потому что это социальная ответственность и гражданская обязанность каждого – высказать свое мнение по поводу того, что просит государство. Обратились за помощью, пришли, проголосовали, высказали свое мнение. Никто за это наказывать не будет. И все. Я считаю, что это надо обязательно сделать. Вне зависимости от того, какого у вас решения, что вы хотите ответить. Ну, ответить надо, в любом случае. Также на каждом участке можно принять участие в викторине розыгрыша. Необходимо прийти на свой избирательный участок, проголосовать, затем подойти, взять купон и ответить на вопросы. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин